Здравствуйте! Это первая в этом году программа-колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Ну что, большинство россиян уже осознали, что 2020 год мы хоть и с потерями, но пережили. А также осознали, что 2021 год, невзирая ни на что, наступил. Все мы, конечно, мечтали, чтобы наши проблемы и беды канули в прошлое вместе с тяжелым 20-м, но уже первые недели года нынешнего свидетельствуют о том, что, к сожалению, главные трудности по-прежнему актуальны. Так же, как и актуален вопрос, как будут обстоять дела в 2021 году. Ну вот, в частности, что будет дальше с коронавирусом? Будет ли он продолжать распространяться? Какими темпами? Понятно, что точных ответов на это не может дать никто, так как на это влияет множество самых разных факторов. Среди которых, например, принимаемые властями решения, направленные на борьбу с заболеванием и готовность общества следовать предписаниям. Мы же помним, как в Китае благодаря жестким мерам и их неукоснительному соблюдению уже удалось добиться значительного спада, даже почти полной ликвидации болезни. И вот сейчас мы знаем, там выявлены новые случаи, но это менее 300 заболевших на всю огромную страну. И тут же вновь там принимают очень строгие меры изоляции. Но самое главное, что граждане им следуют. А вот в ряде стран Европы, как мы помним, были приняты меры слишком поздно, что спровоцировало вспышку и стремительное распространение заболевания. Еще один фактор. Что касается скорости распространения болезни. Так вот, Всемирная организация здравоохранения считает, что передача в крупных мировых мегаполисах осуществляется прогрессией 1 к 100. То есть один больной заражает до 100 здоровых. Такая контагиозность обусловливается высокой плотностью населения в больших городах и неизбежностью тесных контактов между жителями. Это понятно. Но российские эпидемиологи полагают, что интенсивность распространения все-таки не превышает степени 1 к 22. Еще одно важное обстоятельство – это склонность вируса к мутациям. Сейчас уже установлено, что появились новые формы этого вируса. Важны также и климатические условия. Понятно, что в теплой и влажной среде вирусы распространяются быстрее и размножаются активнее. А вот перепады температур воздуха и прочие резкие изменения погоды неизмежно подрывают иммунитет людей, как вот сейчас, например, смена морозной погоды на теплую. Так что риски заражения могут увеличиваться, например, в межсезонье. Важны также профилактические меры. Порой профилактика становится самым действенным способом предупреждения распространения заболевания. Да и самым лучшим. Понятно, что не заразиться лучше, чем переболеть. Если все будут защищаться и ответственно относиться к здоровью, то распространение коронавируса замедлится, а эпидемия, конечно же, пойдет на спад. Это, по-моему, очевидно. И снова пример Китая. Пример Китая – это, пожалуй, лучшее тому подтверждение. Поэтому важный момент – сознательность заболевших. Многие люди замечают тревожные симптомы и не обращаются к медикам, принимая за обычную простуду опасный коронавирус. Но если все потенциальные зараженные будут своевременно посещать врачей и проходить обследование, это, конечно же, позволит диагностировать новые случаи и помещать больных на карантин во избежание их контактов с окружающими. Надо сказать, что прогнозы составляются многими мировыми учеными, медиками. Их можно условно разделить на оптимистичные и пессимистичные. Вот, например, благоприятный прогноз на ближайшее будущее предполагает, что уже к весне или к началу лета коронавирус пойдет на спад. Ну а при худшем варианте развития событий с зараженными могут оказаться значительно больше половины населения планеты. А это свыше 5 миллиардов людей. На сегодняшний день самым действенным фактором, способным изменить к лучшему ситуацию с заболеваемостью COVID-19, конечно же, должна стать масштабная вакцинация. Именно на нее возлагаются главные надежды. Все больше людей предпочитают не рисковать здоровьем, а многим просто уже надоело бояться угрозы заражения. Поэтому они идут и прививаются. Ну и, кстати, российские препараты уже показали высокие результаты. При этом они постоянно совершенствуются. Например, по температурным условиям транспортировки, хранения, по применению в различных возрастных группах. Ну и сами возможности для населения по вакцинации расширяются. Как свидетельствуют медики, у каждого, кто перенес инфекцию или был вакцинирован, образуется клеточный иммунитет. Это такой механизм, который заложен в нас самой природой. Проверить это можно методом иммуноферментного анализа. Эта система, кстати, есть в частности в Тверской областной клинической больнице, в медицинском центре имени Аваева, в Центре гигиены и эпидемиологии Тверской области Роспотребнадзора. Еще врачи развеивают появившееся в последнее время миф о том, что вакцинирование якобы может ухудшить состояние уже зараженного человека. Но надо сказать, что вакцина не содержит живого вируса, а лишь содержит некую информацию о вирусе, чтобы на ее основании организм выработал защитную реакцию, то есть антитела. И затем, чтобы сформировался клеточный иммунитет. А вот когда уже живой вирус попадет в организм, наша иммунная система реагирует гораздо быстрее, не дожидаясь, когда разовьется инфекционный процесс. Ну а вот что действительно важно, так это то, что даже в случае с вакцинацией, меры безопасности все равно нужно и придется продолжать соблюдать, чтобы у человека успел сформироваться этот самый иммунитет. На что уходит, как говорят медики, 42 дня. Так что если вы уже осознали степень угрозы заразиться и решили не испытывать судьбу, то записывайтесь на вакцинацию. Как раз сейчас Минздрав Тверской области расширяет запись на прививку от ковида. Это можно сделать по телефону 122. Также очень скоро появится возможность записаться через портал Госуслуг. Такой способ, кстати, позволит миновать регистратуру и прийти сразу на прием. Прививку может получить любой желающий, и надо важно заметить, что она бесплатна. Пока в нашем регионе привито еще не очень много людей, а общий защитный эффект наступает при обеспечении иммунитета примерно 60% населения. Медики планируют достичь этих показателей в течение первого полугодия. Так что сознательность, дисциплина и грамотный ответственный подход к своему здоровью и безопасности окружающих – это вот те основные слагаемые, которые позволят нам одолеть вселенскую напасть. Жаль, что она не одна. Ну а о других проблемах мы поговорим в следующих выпусках программы. А вы можете рассказать нам о том, с какими трудностями приходится сталкиваться вам, чтобы вы хотели улучшить в нашей жизни. Для этого оставляйте ваши голосовые сообщения на нашем телефоне, номер которого 341 341. С вами был Дмитрий Нечаев. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok